Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World Live, турнир на гигантской арта-конно. Это нас не интересует, потому что у нас новые кайнозойские гибриды. Это у нас Мегиста Терри. Давайте читать, проведите слияние Мегиста Терри и Дедикуруса. Я все-таки думал, что это будет не Дедикурус. Так, и вы видите бронированного пещерного гибрида Мегиста Кураса. Я думал, что это глиптодон, Мегистодонт будет. Вот так вот. Ну, давайте, сейчас мы это все делаем, в общем-то, ребятки, с вами и проверим. В общем-то, я, собственно говоря, даже это уже сделал. Вот так вот выглядит наше это существо, ребятки. Сейчас мы к нему вернемся. Давайте посмотрим, сколько он стоит. То есть, он стоит не так уж дорого. Это 16 тысяч генов. В принципе, по сравнению с остальными гибридами по 60, это, в общем-то, дешево. Ну, значит, он у нас вряд ли будет каким-то мега-супер-пупер-крутым. Так, ну, давайте перед этим мы зайдем уже посмотрим на самого Мегиста Терри. Вот Мегиста Терри. Да, он у нас здесь, как видите, сейчас остался вот в таких вот вариантах. 10-20. Нужен еще один 20-й, да, допустим. Давайте тоже купим. Ну, в общей копейке стоит. 850 генов. Это не мой аккаунт, потому как бы давайте будем вести себя порядочно, да. Я потратил 1.40 Мегиста Терри, потому давайте как бы мы сейчас и создадим обратно сюда Мегиста Терри, чтобы админ нашего чатика смог зайти и при желании создать еще одного гибрида Мегиста чего-то там. Так. Сейчас заодно и посмотрим, как выглядит, собственно говоря, наш Мегиста Терри на 40-м уровне. И потом пойдем им, конечно же, сражаться. Проведем 3 боя. Может даже 4. Так, вот так вот, ребятки, он выглядит. Он у нас всего лишь редкий, потому-ка звезд с неба не хватает, да. Вот, в общем-то, наша картинка. Ну и вы поняли, он уничтожает додошек. Уничтожает додошек. Давайте прочитаем про него. Какие у большинства хищников каназойские эры пик жизни Мегиста Терри пришелся в эпоху Эоцена, после чего их вытеснили хищники более поздних периодов. Мегиста Терри переводится с латинского как величайший зверь. И раздавливающий кости. Ммм, этот гиеннодон весил более 500 килограмм. То есть, это у нас родич гиеннодона. Так, Мегиста Терри является родственником гиенн, однако по размерам он ближе к современному белому медведю. Ну, белые медведи весят под тонну, да. Ученые обнаружили останки Мегиста Терри рядом с костями шерстистых мамонтов, из чего они сделали выводы, что Мегиста Терри скорее всего питался именно этими животными. Ну, это как бы так опрометчивое решение я бы сказал. Так, давайте мы сейчас найдем теперь панцирника нашего. Панцирник выходи. Я вот думал, что вот он будет из этого парнишки, из глиптодона, потому что как бы текстурка вот такая вот больше, более мелкозернистая, я бы так сказал. Да, но все-таки нет, оказался он из вот этого вот парнишки. Да. Вот так вот выглядит наш Дэдикур. И давайте будем читать. Так, это бронированное млекопитающее предок современных броненосцев. Так. Оно имело полтора метра ростом и шипастый сход, с которым могло ударить как булавой. Кстати, да, не мешало бы, чтобы у нашего парнишки была-то и голова, голова, был бы и шип. Волк с таким вот шипом, как у анкилозавра. Было бы прикольно. Так, Дэдикурус это глиптодонт. Ну, к всеми, то есть близкий родственник глиптодонта. Представитель семейства доисторических гигантских броненосцев. Более того, это самый крупный глиптодонт на свете. Полтора метра, да? Так, на окаменелых панцирях некоторых Дэдикурусов сохранилось трещины размером с их хвосты. Это означает, что они сражались друг с другом. Вот это я бы посмотрел. Очень забавно. Ух ты, ё-моё. У меня же он был, блин. Уже могли бы показывать. Я же его просто потратил. Возможно, Дэди Курус хранил жидкости и питательные вещества в своём горбу как современный верблюд. Так, ладно, раз такое дело, давайте сейчас мы ещё вот сюда заглянем. Предок современных броненосцев, останки. Ну, я думал, тут размеры. Тут не пишут. Размеры. Ну, тогда время пришло нам, ребятки, уже вернуться к нашему главному герою. Вот так вот он выглядит у нас. Смотрите, ну, на хвосте, смотрите, может, на строковом уровне там что-то и появится потолковое. Ну, вот, в принципе, с этой стороны, да, можно сказать, что у него более крупные пластины. Ну, реально, броненосец. Ему, если скрутиться в клубок, получится какая-то гусеница. И у него даже вот как бы на лапах, да, как будто бы такая чешуя. Ну, голова как у собаки. Да. Давай, переключайся. Так, ну, вот так вот он уже повеселее стал. Окраска появилась, как у Дедикуруса. Да. И сороковый уровень. Ну, в принципе, особо пока что ничего не изменилось, да. Давайте мы сейчас из этого парнишки полюбуемся, как он кушает дадошку. Ам-нам-нам. Да, делаем двадцатого. И пойдем сейчас тремя этими мегисток... мегистокурусы? Как-то, блин, как-то не запомнил, как их зовут. Пойдем сражаться. мегистокурус? Мегистокурус. Так. Давайте, качнем его на двадцатый. И, да, чуть не забыл, нужно же прочитать. Панцирь на спине мегистокуруса делает его неизвимым к атакам сверху. На самом деле, хищнику-то это как бы не надо. Хищнику надо быть быстрым, умным, сильным. Мегистокурус спит по 16 часов в день, прям как броненосец, с которым у них общий предок дедикурос. Ну, такие, как кошачьи, спят столько же. Тяжелый панцирь мегистокуруса делает его гораздо медлительнее от других хионезовских хищников. Да, и вот он вымер, короче, раньше. Раньше остальных. Да. Так, ну вот так вот будет выглядеть. Наш булава, к сожалению, не появилось. Но появились шипы. Ладно, как он выглядит там, мы узнаем чуток позже, ребятам. После того, как постражаемся вот здесь. Пещеры, да? Это у нас он. Но. Как-то странно сортировка. А, считайте, может что-то не то выбрал? Нет, все правильно я выбрал. Почему фильтр не применяется? А, водоплавающий, е-мое. Пещеру там выбрал, думаю, чего не так? Тут есть, кстати, да, гиенодон. Может, давайте, двадцатый гиенодон. и дедикур. Или даже вот так вот. Заодно и полюбуемся, как они, как бы, тоже родственники, как они выглядят относительно друг друга. Нам, скорее всего, попадятся в противниках динозавры, потому, ух ты, смотрите, нам уже мегистокурус попался, тридцать шестой. Ну, что ты будешь делать? Ну, ладно. Давайте посмотрим. Двадцатый против тридцатого. Разница наличия шипов. А, это максимального левела, ребята. Очень даже забавно. И рычат-то они как звери. Ну, они и есть звери. Давайте как-то вот так вот сделаем. Так, но он меня легко сожрет. Неплохие, кстати, показатели, три тысячи на тысячу. Так, и теперь выходит гиенодон. Ну, да, на тридцатом уровне, конечно, не такой страшный. Один бальчик у него всего лишь оставался. Так, метри а лонг. две четыреста нет, девятьсот, как двадцатый этот был. На три атакует. Давай, парнишка, так, у него по нулям, раз, два, три. Блин, раз, два, два, должно хватить, потому что, ну, он же не бьет пахицератом больше, чем косарь. так, так, вот, кстати, очень равный, смотрите, по силе, у нас 700, у него 600, очень похожие характеристики. Али, оп, броня нас спасает. ну, такой жирненький, жирненький, да? Честно говоря, вообще не вижу никаких преимуществ для хищника иметь такую вот броню. Что это дает? Ума не приложу. Броня, это только защита от хищников. Каннибализм, штука, не сильно распространена. Хищники на хищников особо не охотятся. Так, ну что, давайте создаем, ах ты, амфицион. Амфициончик, нет, ты нам не нужен. Нам нужен вот ты. Что сделаем? Давайте создадим тогда уже сорокового, да? И пойдем два боя сделаем именно уже сороковым. давай качайся, мега супер-пупер волк. Ну, в принципе, во, но единственный прикол, да, какой, чтобы хищник, который имеет защиту от других хищников, это просто быть супер-падальщиком. Можно отжимать у Арктодуса, у всяких там еду. Арктодус отжал у кого-то, а ты пришел и отжал у Арктодуса. Ну, имея такие шипы, конечно же, тебя никто не будет атаковать. Ничего себе. Кстати, мы еще же его не драконили. Давайте по-драконим. Вот такая вот у нас тварюка. Давай. Ну, да, и анимация поменялась с шипами, все как положено. Ну, очень массивная у него такая училюха, да, в общем-то, это у нас идеальный падальщик, я бы так сказал. Да. Эоцена. Так, и читаем же. Взрослый Мегистокурос опасен почти со всех сторон. Да. Ну, вот так вот, ребятки. Такие вот у нас эволюции. Ну, естественно, разница только вот так вот можно клацать. Первая и четвертая. Ну что, погнали сражаться, ребятки. Так, вот-вот-вот, и как раз давайте возьмем гиеннодона, мегистокуроса, титанобоа. Ух ты! Я, кстати, никогда ж не видел мамон... Не помню, как в общем мамонтериум выглядит. Давайте возьмем его, 40-го левела. Он, конечно, правда, на голову сильнее, 8 на 4. Ух ты, в 4 раза сила удара больше. Ну, я просто хочу на него посмотреть в бою, да. Так, 1602. Так, понятно, кто тут самый сильный. Очень равный, в смысле, гиеннодон, как у Найринг, плюс-минус одинаковые. Он, конечно же, решил подмениться на своего самого сильного, но это мне только на руку. Ну, гиеннодон, да, очень слабовато выглядит против мигистика нашего, ну, в смысле, на 40-ом левеле эволюции. То есть, никаких там у него особых средств защиты и нападения нет, ну, кроме выракших клыков. Блин, смотрите, он самого сильного взял, как слил. На все 8, да, но противник у нас совсем простецкий попался. Так, ну, вот так вот выглядит, да, наш мамотериум, которого у меня в аккаунте в ближайшем времени даже не предвидится. давайте на 5 ударим, чисто по приколу. Но он прикольно, да, конечно, на 40-ом выглядит повеселее, чем на 20-ом. так, ну и время выпустить зверя. это было больно. прикольно. Прикольно. вот так вот, ну и еще идем, естественно, на 1 разочек. берем нашего, кого-то берем, ну, допустим, возьмем вот такого и, допустим, юрский период. кого-то там на 2000 урона. Допустим, вот, блин, это крепкий какой-то. Сильно крепкий получается. Индоминус взять тогда. Да, Индоминус как бы тоже не послабее особо стоять. По атаке. Кого-то с атакой в 1000-2. Во-во-во-во-во. Вот так вот. О, не, давайте вот так вот возьмем. Ха-ха, диплозух. Вообще шикарно. 2000-1400. Ну, все, тут у него примерно поровну. 3 на полторы. Будем сейчас всех рвать в клочья. Самый слабый это Зухариптер у него там. Вот, сила атаки 1000. 2 в защиту. Прикольный, прикольный. Да, скоро появится такой же вот гибрид Jurassic World Alive. в смысле, я создам, надеюсь, скоро. Отдохни, не переживай. Раз, два, три, раз, два. Так, уй, так, я что тут, нельзя терять Мегиста Куруса, потому что его Зухариптер нашего Диплота Зуха завалит легко, они. Раз, два, три, четыре. Мегиста Курус. Давай, давай, так, кто кого. Так, он решил таки проатаковать, ну, молодец. Волчонок наш прилег отдохнуть, и битва амфибий. Ну, блин, какой мелкий эстапозавр, хотя всегда казался довольно крупным. Ну, вот так вот, шикарно у нас бои, ребятки, получились. Да. И Мамотерия 40-го увидели, и Гиена Дончиком сравнили с Мегиста Курусом, и Дипла Тазуха. Закрываем. Так, ну, и где же ты, где? Так, давайте еще на него полюбуемся. Вот такое вот у нас, ребятки, существо. Зачесалась лапка, бедняжка. Ну, а на этом, ребятки, я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, и оперативность его выхода. До скорых встреч!